Конкурс красоты «Зимушка» прошел сегодня в Нижнем Тагиле. Атрибуты привычные. Оригинальные наряды, грациозность и дефиле. Место проведения необычное. Красавец выбирали в женской колонии номер 6. Альбина Сказлаускас познакомился с участницами. Перед началом за кулисами нервничают все. Вот-вот конкурс начнется. А пока последнее приготовление. Девушки проверяют костюмы, вспоминают программу и поправляют прически. Ведущей конкурса выбрали Анну Кобелеву. Быть своеобразным посредником между залом и участницами, передавать позитивные эмоции, зажигать собравшихся нелегко. Но опыт у ведущей уже есть. Самое главное, говорит Анна, поднять настроение девчонкам и дать почувствовать энергетику праздника, несмотря на то, что они находятся в заключении. Где бы ни находились женщины, должна оставаться женщина. Она всегда интересная, яркая и красивая. Конкурс красоты «Зимушка» – единственный в своем роде в исправительных учреждениях России. В Тагильской женской колонии номер 6 регулярно организуют различные конкурсы и творческие постановки. Руководство старается разнообразить жизнь заключенных. Ну а женщины с удовольствием принимают участие в мероприятиях. Оценивать девушек будут не только по внешним данным, но и по интеллектуальным. Помимо грациозности и умения себя преподнести, участницам необходимо правильно ответить на вопросы викторины. На конкурс заявки подали порядка 20 претенденток, однако до участия были допущены только 10. Номинаций тоже 10, так что ни одну из девушек вниманием не обойдут. Энергетика и уверенность в себе – вот те первые эмоции, которые чувствуются со сцены. Цель нашего конкурса – все-таки обеспечить полезную занятость свободного времени нашими осужденными, и, конечно же, привитие им эстетических норм. Все конкурсантки получили подарочные наборы парфюмерии и сладкие угощения. Миззимушку, помимо короны королевы красоты, ожидал сертификат на парикмахерские услуги. Альбина Сказлаускас, Константин Понюхин, Анатолий Тютин. Новости Тагил ТВ. Они умеют не только добывать железную руду и плавить чугун, но и способны шить, вязать, вышивать, плести из бересты, писать картины и многое другое. В музейно-выставочном центре НТМК открылась выставка декоративно-прикладного творчества «Талантливая семья Евраза». На новогоднюю выставку работы прислали работники всех уральских площадок Евраза. Все грани таланта семей металлургов и горняков увидели наши корреспонденты.